Основная ответственность за безопасность гостей и жителей ложится на плечи правоохранительных органов и спецслужб. Также этим летом к ним присоединятся представители ДНД и казачества. Обязательные антитеррористические меры должны действовать и на объектах размещения. Каждый гость должен пройти обязательную процедуру регистрации. Впрочем, какими-то неудобствами курортникам это не грозит. Регистрировать их в органах миграционного контроля должны представители служб в средствах размещения, предоставляющие им услуги. В противном случае отельеров и владельцев гостиниц ждет штраф. 750 тысяч за каждого человека. Как только появился гость, записываете ему, предоставляете место в отеле, в гостинице, в мини-гостинице. Немедленно информация, то есть паспорт его должен уходить в полицию. Вот в данном случае миграционный отдел. Необходимо активизировать работу по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей. Особое внимание здесь уделяется пляжам, на которых должно быть усилено патрулирование с привлечением ДНД и казаков. Каждая пляжная территория будет у нас обеспечена камерами видеонаблюдения. С глубины архива более 30 суток. Всего более 530 камер будет в городе Сочи. Тревожная кнопка сигнализации, система оповещения и охрана. В части подготовки самих пляжных территорий на сегодняшний день водолазное обследование, она проведена в полном объеме на всех пляжных территориях. Обучено 622 спасателя. Также на особый контроль взяты все детские лагеря и санатории. До 31 мая каждый объект должен получить всю необходимую документацию, иметь договор на обеспечение безопасности с полицией. Большую ответственность возлагают и на общественников. Важно знать людей на местах, держать в поле зрения все подозрительные квартиры, своевременно реагировать на появление новых лиц. Жители и гости курорта также должны сохранять бдительность и при возникновении подозрительных ситуаций сообщать по телефону 02.